Более 6 километров по ровной дорожке вдоль моря в солнечный день. Идеальные условия для начала движения. Вернее, присоединения к движению. Всемирный день ходьбы уже объединяет 12 миллионов людей из 150 стран. Теперь уже 151 страну. И еще несколько десятков тысяч человек из российских городов. Вот и Минздрав, как говорится, горячо одобряет новый праздник. Врачи считают ходьбу пешком, да еще и море прекрасной профилактикой многих заболеваний. Это самый универсальный вид кардиотренировки, который можно предложить разным возрастным группам, в том числе и людям серебряного возраста. Одни пришли сюда, заранее зная о старте. Другие присоединились в буквальном смысле слова на ходу. Новая набережная в Амеретинской низменности – место среди любителей пеших прогулок популярное. Да, для развития спорта в Сочи сделано немало. Есть новые комплексы. Все больше детей приходят в спортзалы. Но ходьба остается самым доступным видом физкультуры. Этот вид спорта, он действительно очень полезный. И особенно он полезен в нашем городе, для адверцев, по крайней мере. Да, я думаю, для жителей других городов, для гостей нашего города. В общем-то, созданы великолепные условия. В городе много и других пешеходных зон, пешеходных троп. В день присоединения к движению телемост связал пять городов России. Кроме Сочи, на связь вышли Белгород, Красноярск, Ульяновск и Чебоксары. И именно оттуда из столицы Чувашии старт всероссийской прогулки дал министр спорта Виталий Мутко. Яркое солнце мешало рассмотреть изображение, но слышно было все. На большую прогулку сегодня вышли во всех районах курорта. И теперь этот праздник будут отмечать на курорте постоянно. И, возможно, не только во Всемирный день ходьбы. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.